Добрый день, зрители и читатели портала «Научная Россия». Сегодня мы говорим о космических оранжереях и выращивании овощей и зелени в космосе. Мы в Институте медико-биологических проблем говорим с профессором, доктором технических наук Юлием Берковичем. Юлия Александрович, добрый день. Здравствуйте. Юлия Александрович, разговоры о перспективных космических миссиях долгосрочных. Когда возникает вопрос о питании космонавтов, это и увеличение сроков хранения рационов, и в том числе необходимость выращивания на космических кораблях свежей зелени, фруктов, то, что нельзя будет доставить, то, что поставляется сейчас. Вообще эти же разработки еще идут с Советского Союза, и, по-моему, предлагал Константин Циолковский первое предложение. Но вот с чего они начались в нашей стране, в Советском Союзе, и как развивались в то время? Ну, вы совершенно верно вспомнили о том, что наш пионер космонавтики Константин Эдуардович Циолковский в свое время, еще в конце позапрошлого века или в начале прошлого, уже предлагал использовать растения как организмы, в контакте с которыми можно осуществлять длительные космические полеты, находясь в изолированной какой-то камере, в кабине космического аппарата или в каком-то другом объеме. Так вот, уже тогда он предлагал поместить в обитаемые объемы растения как организмы, которые в некотором смысле являются антиподами другим организмам, так называемым гетеротрофам. Значит, напомню, что все организмы, которые существуют на Земле у нас, по крайней мере, они делятся на два больших класса. Автотрофы – это те, которые берут энергию для синтеза своей биомассы от Солнца. И гетеротрофы, которые используют уже выращенные, так сказать, растениями биомассово в пищу. Ну, и дальше идут уже системы, там есть травоядные животные, значит, потом есть следующая ступень, это хищные животные, которые поедают травоядных животных и так далее. Это известно хорошо в закономерности экологии. Ну, и внимание Циолковского привлекло то, что автотрофные механизмы, то есть растения, и гетеротрофные организмы, то есть все остальные существа на Земле, они как бы находятся в симбиозе друг с другом. То есть если растения у нас, используя солнечный свет и воду, и углекислый газ, который находится в атмосфере, синтезируют свою биомассу, то все остальные существа, поедая уже биомассу, используют энергию связи химических синтезированных растениями веществ для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. То есть фактически мы обязаны жизнью на Земле, в первую очередь, фототрофным организмом, то есть растениям. И таким образом, конечно, вот эта идея при дальних космических полетах, которые явно могли продолжаться и годы, и десятки лет, значит, давали возможность организовать такой круговорот как бы веществ. Растения поглощают углекислый газ и с помощью света и воды синтезируют свою биомассу, при этом выделяют кислород. А человек для дыхания потребляет кислород и выдыхает углекислый газ. Вот, получается, в первом приближении круговорот веществ. Поэтому, когда началось эхо космических пилотируемых полетов, полет Гагарина, 61-й год и так далее, то обратились к этой идее Константина Дударовича как у нас в стране, так и в Америке, в общем. И, значит, начались первые работы по оценке возможностей такой вот системы, которая бы давала нам пищу непосредственно путем выращивания растений на борту. Ну, на этом пути было много сделанных исследований. Оказалось, что не так-то дешево обходятся вот эти вот растения, которые нам на борту выращивают. Потому что кроме углекислого газа и воды, которой необходимы растениям, нужен целый и довольно значительный ряд других веществ, которые используются для синтеза биомассы растений. А какое растение и когда было выращено первым? Ну, одним из первых были выращены растения из луковицы тюльпана. Да, не странно, да. Ну, это такая была установка ВАЗОН еще в 1971 году, в 1971 году, значит, вот на борту станции Салют-Союз, значит, были вот первые опыты проводились. А, ну, это, так сказать, как бы опыт был по выращиванию растения из луковицы. Что, конечно, гораздо проще, чем выращивание растений из семени. Почему? Потому что луковица содержит большое количество запасенных уже в луковице веществ, которые на первые, по крайней мере, стадии развития растений обеспечивают его всеми необходимыми веществами. Резервы для начального роста? Совершенно верно. И устойчивость определенная при неблагоприятных факторах среди. Тогда остро стоял вопрос, вот в чем. Будут ли проходить процессы роста и развития растений без наличия силы тяжести, однонаправленной, точно так же, как это происходит на Земле. И это вызывало большое сомнение. Многие ученые высказывали даже мысль о том, что процесс деления клеток, удлинения тканей, направление развития тех или иных органов будет совершенно дезориентированно, без сил тяжести. И под этой мыслью, конечно, стоял большой объем опытов, проведенных еще на Земле. Оказывалось, что растения, допустим, в перевернутом состоянии, когда их начинают выращивать, они начинают загибаться своими победами против направления ускорения свободного падения. То есть все равно идут наверх? Они идут наверх, они тянутся вверх. Даже в темноте, не говоря уж о том случае, когда у вас освещение находится вверх. Ну и практически в том же полете, где была вот эта установочка в озон, она очень простая была, луковица снизу небольшой такой патрон с водой и с рядой капиллярный пориск, куда надо было через патрубок подавать воду самим космонавтам. Но наряду с этой установкой была более сложная установка, она называлась Оазис-1. И там уже можно было выращивать растения из семени. И такой опыт действительно был проведен. Это те же 70-е годы? Это 71-й год, потом 73-й год, 75-й год. Пошла целая серия таких установок. Надо сказать, что в Советском Союзе вот этому направлению придавали большое значение. Это целый был раздел гравитационной биологии растений. Определялись параметры гравитационной биологии растений, возможности переориентации растений в условиях вращающейся такой вот гравитационной установки, когда растения все время меняют положение свое, то они находятся вверху, а при вращении потом они проходят все промежуточные состояния, потом вниз, потом снова оказываются наверху. А освещение у нас, допустим, сверху. Будет ли так расти? В общем, очень много было вариантов. Пожалуй, я не буду привлечением сказать, что наиболее трудной задачей оказалось обеспечение растений корневым питанием. Почему? Потому что в условиях наземных почв, когда мы выращиваем, и даже при выращивании гидропонном без почвы растений, у нас сила тяжести помогает нам, ну, кроме того, что она ориентирует корни, допустим, по направлению силы тяжести, а рост победы впротив нет, но к тому же помогает обеспечить питательными веществами в корневой зоне поверхность растений со стоком гравитационным на Земле. А такой сток в условиях полета, даже орбитально, он отсутствует, поскольку там нет одноправленной силы тяжести, а есть, ну, скажем так, микрогравитация. Практически 10 минус 5, 10 минус 3, ускорение G. Таким образом, вот эта вот задача, она на первых порах по-разному решалась. Значит, кто-то применял гидрофильные гидрофобные нити, которые подавались, значит, из какого-то резервуара растения за счет капиллярно-пористых, так сказать, сил, капиллярных сил, капиллярно-пористых средств. Подавали к корням растений, значит, воду насыщенную питательными веществами. То есть была гидрофоника тоже. И определенный питательный раствор с солями. Ну, я напомню, что для роста и развития растений, вообще говоря, нам совершенно не необходимы, скажем так, органические удобрения или даже какая-то среда твердоматричная. И это уже многократно доказано и в гидропонике наземной, и в аэропонике, значит, когда корни просто в воздухе обитают. Но если вы их хотя бы периодически смачиваете, то на них образуется пленка, которая хватает на некоторое время для того, чтобы обеспечить растения как водой, так и генеральными солями. И, собственно говоря, удобрениями для корней растений являются ионы солей, а не что-то другое, а не какие-то органические вещества. Ну, так вот. И вот в течение почти 20 лет с переменным успехом забрасывались туда различные рода установки по конструкциям. И вот по-разному обеспечивались условия корневого питания. Но все же оказывалось, что надежную такую систему создать просто не удалось. Не удалось до тех пор, пока теоретически не рассмотрели все-таки вопросы продвижение жидкости и газов в капиллярно-пористых средах при отсутствии сил тяжести. Надо сказать, что поскольку силы молекулярного притяжения к стенкам, то есть капиллярные силы, на порядок у нас превышают гравитационную силу на поверхности Земли или на низкой орбите, то, в общем-то, моделирование на Земле довольно неплохо нам подсказывало, что, как будет распространяться и вода, и газы в условиях невесомости. Поэтому вот здесь появилась такая возможность тщательного, более тщательного изучения. Ну и, наконец, начиная с 82-го, если не ошибаюсь, года в нашем институте была поставлена такая задача создать космическую оранжерию, собственно говоря, где мы могли бы провести полную вегетацию. То есть, скажем так, от семян до получения товарной продукции или от семени до семени для, по крайней мере, зеленых овощей листовых. Ну, что это такое? Листовые капусты, салат, листовая горчица. Списк огромен таких культур. Эта работа проводилась в рамках тогда существующего интеркосмоса организации, которая объединяла все социалистические страны, если вы помните, и в области космических исследований как раз интеркосмос проводил эксперименты. К нам обратились тогда болгарские специалисты из Болгарского института космических исследований под руководством Тани Ивановой. Там была лаборатория физиков, как ни странно, инженеров, а не биологов. И, значит, сотрудничать с ними в 70-м году, в 82-м году, значит, началось, а в 1990-м году была закончена разработка установки свет для орбитального комплекса мир советского, если помните, такой летал, так сказать, довольно долго в те времена. Все эти исследования, которые проводились, начиная с полета Гагарина до 90-х, до 2000-х годов, вот какой, скажем так, пул трудностей, они сформулировали. То есть, это невесомость, это отсутствие определяемости корневой и растительной системы. Что это за способности? Ну, трудностей, на самом деле, много. И, значит, вот для того, чтобы вырастить растение, как вы понимаете, нужно, так сказать, создать систему жизнеобеспечения для этих растений. Так же, как мы человек туда посылаем и смотрим, что ему нужно. И все это обеспечиваем за счет определенных устройств. Точно так же к этому подошли конструкторы эвакуационных устройств в космосе. Что нужно растению, чтобы растить? Ему нужно минеральное питание, вода, свет обязательно. Ну, и определенные, значит, характеристики окружающей среды. Там температура воздуха, влажность воздуха, газовый состав, чтобы не был, так сказать, токсичен для растений. К слову, газовый состав тоже оказался очень такой важной составляющей среды жизнеобитания растений. Значит, был на советских еще станциях орбитальных случай, когда одновременно работало три различных установки на борту. И вот в один, не могу сказать, что прекрасный день, все растения погибли на борту. Все начали ломать голову. Вот в каждом из этих устройств по-разному осуществлялась подача воды и питательных веществ, корням и так далее. А погибли все? Температура-то, а погибли все. Свет был тоже у всех, в общем, более-менее. Был, говорю. Стали проводить дополнительные опыты, в том числе и в наземных условиях, значит, в камерах наземных, где одновременно соседствовали растения с членами экипажа. И в конечном итоге выяснили, что, значит, вот, во-первых, что выделение существует в существенной воздушную фазу, а если это небольшой объем, то сразу, как вы понимаете, повышается и концентрация этих веществ в огромном количестве, там, десятки, и можно выделить даже до сотни веществ, которые, значит, выделялись в газовую среду. Но оказалось, что по некоторым компонентам газовой среды растения существенно чувствительнее к, значит, вот, их токсическому воздействию, чем человек. И вот оказалось, что если мы возьмем нормы, допустимые, да, газовых сгрязнителей для человека, то эти нормы зачастую могут быть смертельны, буквально, для растений или приводить к очень существенным отклонениям в развитии. этих растений. Вот на этом когда-то споткнулись как раз экспериментаторы из США и наши, когда проводили опыты на оранжерея свет еще. Значит... А как эта проблема была решена? А растения начали помещать в какие-то замкнутые пространства или стали очищать воздух на всех станциях более тщательно? Отвечу. Значит, ну, в замкнутые пространства это американский путь. Американцы почему-то, вот как люди очень дотошные, они, значит, все время строили оранжерея с замкнутым объемом. То есть вот там полный контроль, туча датчиков там всяких и так далее, и так далее. И вот они там и газовую фазу, значит, как-то пытались исследовать и так далее. Но там, значит, усложнялась очень сильно система жизнеобеспечения. Почему? Потому что, во-первых, сами растения, значит, выделяют довольно большое количество загрязнений. И плюс к тому растения не могут жить без транспирации. То есть выделение воды с поверхности листьев через устицы на листьях. Вы, наверное, из школы помните, что растения это делают. Это механизм, который помогает держать постоянную температуру листа в условиях изменяющейся температуры воздуха вокруг. И таким образом вот такие переусложненные установки, их было много, десятки, наверное, уже к настоящему времени точно. Но трудность состояла еще и в том, что для того, чтобы происходил фотосинтез в растительстве, как я уже говорил, нужен углекислый газ. Значит, тогда вы должны, так мы из кабины получаем углекислый газ от человека. А так вам нужно еще и источник углекислого газ держать, его тщательно регистрировать и так далее. Мало того, растения выделяют кислород, как мы помним, по уравнению фотосинтез. Но, к сожалению, массовые объемы углекислого газа и кислорода в процессе реакции фотосинтез не одинаковы. Существует так называемый ассимуляционный коэффициент, который, как правило, не равен единице. То есть на один объем поглощенного СО2 не выделяется один объем кислорода. А выделяется там чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, в зависимости от того, какие вещества синтезируют само растение. А следовательно, кислород, как правило, накапливается. Вот если вы концентрацию углекислого газа поддержите постоянно и внутри замкнутого объема с растениями, то кислорода несколько больше выделяется. И с течением времени, значит, надо, во-первых, контролировать этот процесс, а во-вторых, выпускать это кислород. Потому что кислород, ну, здесь по-простому сказать, это яд, так сказать, для фотосинтезирующих растений. То есть повышение концентрации кислорода каждый процент, значит, повышение концентрации кислорода в воздухе, он приводит к существенному снижению интенсивности фотосинтеза и биосинтеза, соответственно. Ну, то есть все это, видимо, привело к тому, что замкнутые системы отошли на второй план и перешли. Ну, я бы сказал так, что, значит, это к расслоению между учеными определенного привели. То есть вот были люди, которые тщательно изучали тонкие механизмы воздействия там на фотосинтетический аппарат и, значит, внутренние структуры растений. Они, как бы, вот эта научная часть отделилась, как бы, в отдельное сообщество. Они в основном гравитационной биологией растений занимались, эти люди. А люди, которые стремились воплотить идеи Циолковского и создать замкнутую биологическую систему жизнеобеспечения, ну, или искусственную экологическую систему, назовем вот так, с круговоротом веществ внутри. Понимаете? Они поняли, что нет смысла отгораживать растения от человека, если мы собираемся вместе их посылать в одном ограниченном объеме на долгие годы, так сказать, в космический полет. А сейчас этот спор между учеными продолжается? Да, этого спора нет никакого. Просто специализация раньше. Ну, есть, конечно, специализация. В какую сторону сейчас склоняются, ну, если говорить... Ну, наибольший интерес, безусловно, вызывает создание биологических систем жизнеобеспечения. Поэтому, конечно, задача все же вот всех растеневодов космических. Первое, значит, создать такие устройства, которые помогли бы в условиях невесомости обеспечить выращивание, ну, прохождение жизненного цикла у наземных растений сельсхозяйственных с тем, чтобы обеспечить, ну, полностью такой пищевой рацион, значит, растительной продукцией. Такая задача, в общем, сравнительно скоро отпала, потому что оказалось, что это не очень выгодно. А вот хотя бы часть и наиболее необходимых веществ в рационе растительного происхождения, чтобы обеспечить, можно было бы прямо на борту, без больших затрат, с минимальным запасом каких-то веществ. Значит, было посчитано, и не одним исследователем, могу назвать, там, человек пять из разных стран, что по сравнению с физико-химическими системами, то есть там, где у вас происходит очистка воздуха и очистка воды, потребляемой на борту, то есть очистка мочи, выделяемых паров, когда человек потеет, мокрых салфет, аджин и так далее, и воздуха с помощью физико-химических регенерационных систем, да, она может обеспечиться с более высоким КПД, чем у естественных организмов, причем существенно, в несколько раз. Поэтому, когда стали, значит, сравнивать вот различные системы жизнеобеспечения, основанные то ли только на физико-химических процессах регенерации, да, веществ, потребляемых экипажа, и тех, которые включают в себя биологические элементы для воспроизводства пищи, да, то оказалось, что первые гораздо выгоднее по массе и по энергопотреблению, чем вторые. Для сравнения различных, эффективности различных систем и подсистем в космических системах, в космических системах жизнеобеспечения, обычно используется понятие такое эквивалентной массы системы, предложенные Элоном Драйсделлом, таким американским ученым, ну и потом сильно там развитым еще целым коллективом исследований. У нас до этого тоже примерно такая была система, такой был у нас замечательный ученый Валерий Игоревич Чучкин, к сожалению, давно уже ушедший, который это предложил еще в 64-м году, если не ошибаюсь, где не только по стартовой массе сравнивалось, значит, вот, параметры этих двух систем, а по пяти целым составляющим, что до входило. Значит, туда, там оценивалась вот масса системы всего оборудования, плюс запчасти, плюс расходные материалы, вещества и прочее. Второй, объем, который занимает это оборудование на борту, потому что каждый дюйм кубический объем стоит больших денег. Третье, энергия, конечно. Ну вот достаточно сказать, что на станции Мир, на нашей, чтобы произвести один киловатт мощности электричества, значит, антенная система нужна была весом примерно 270 килограмм. То есть мощности колоссальные. Колоссальные. А стоимость, значит, вот полета одного килограмма, запуска одного килограмма в те годы достигала 30-40 тысяч долларов за килограмм. Вот если это посчитать, получались какие-то там золотые ракеты и золотые стены. То есть это все очень, так сказать, кусается. Получается, что выращивать растения страшно невыгодно. Да, и пятый ресурс – это трудозатраты экипажа по уходу за этим оборудованием. Так вот, значит, для каждого сценария полета существуют свои оценки для вот этих пяти ресурсов в единицах килограммах. Вот такую систему предложили. Понимаете? Объем в килограммах, там трудозатраты в килограммах, энергия в килограммах и энергия на охлаждении в килограммах. Все в килограммах и массы в килограммах. Вот это и называется приведенная масса. Вот когда стали сравнивать, как бы оценить комплексно все, что нужно для этого в одних единицах, оказалось, что системы биологические, вот с биологическими объектами, с биологическими процессами уступают очень сильно физико-химическим системам при длительности их полета в несколько лет. И вот, пожалуй, первая попытка, так сказать, получить систему с оранжереей, которая может обеспечить существенную часть пищевого рациона экипажа, это будет на длительном полете к Марсу. Потому что на Луну тоже. Туда гораздо дешевле все доставить. Вы понимаете, чем выращивать? Правда, вся эта метрика оценки эффективности не учитывала от маленького, но очень существенного с нашей точки обстоятельства, что существенно улучшается среда обитания от того, что там присутствуют растения. Как выращивание растений влияло на атмосферу внутри корабля? Такие же исследования, наверное, не так проводились? Конечно. Ну, вспомним, во-первых, что растения обогащают кислородом среду космонавтов, что, конечно, им очень хорошо. С самим растением не очень повышение кислорода. Но зато, как вы понимаете, обогащение кислородом атмосферы газовой среды, правильно сказать, внутри корабля, это, конечно, положительный факт. Кроме того, было обнаружено, что, значит, вот при выделении водяных паров и кислорода растениями увеличится количество отрицательных хайро-йонов. Может быть, слышали такое выражение «земной эх солнечных бур». Он впервые обнаружил статистически чисто влияние изменения активности Солнца, вспышек на Солнце и других изменений на, мало того, что на организм человека, но еще и на общественные, на общественные процессы. За что он немедленно сел в тюрьму, конечно, в советское время. Потому что он все говорил, что октябрьская революция не столько следствие, значит, большой агитация товарища Ленина и его соратников, сколько вот наличия больших вспышек на Солнце в это время. И вот народ очень возбудился и сделал революцию. Обеспечение каким-то, может быть, минимальным рационом, количеством свежей зелени, овощей, фруктов. Вообще, какие растения сейчас рассматриваются как наиболее подходящие для выращивания в космосе? Такого оптимального рациона не существует. Почему? Потому что рацион подбирается под определенную экспедицию и задачи, которые возложены на вот такое, как у нас говорят, звено автотрофной системы жизнеобеспечения. Значит, если это, допустим, у нас низкоорбитальный полет, как сейчас у Международной космической станции, то туда гораздо проще и дешевле доставлять просто, как сейчас и делается на грузовиках, фрукты, овощи, они там едят за милую душу, все у них есть. Если же это, значит, автономный полет достаточно далекий, то здесь встает вопрос, значит, что выгоднее взять запас, значит, успехи в консервировании питания колоссально достигнут. Понимаете? И когда люди просчитывают, вот сейчас полеты на Марс, просчитан рацион, который вполне может обеспечить на три года полета, экипаж, допустим, из шести человек, это вполне укладывается в объемные и весовые характеристики этих кораблей. Конечно, сберечь в течение года, даже при сильной заморозке, витамины вот в той продукции, которая с Земли взятая, не удается. Страдают витамины. Есть вещества, которые долго не хранятся. Понимаете? Там клетчатка, она может долго сохраняться. А вот биологически активные вещества, ампоцианы, витамины, их очень долго не дают. Встает вопрос, как обеспечить недостаток этих веществ в рационе на столь долгие сроки полета. Ну и вот на этом пути, да, добавлю, что и синтетические витамины не решают проблему, потому что срок хранения синтетических витаминов, витаминов минеральных комплексов, если вы посмотрите, во всем мире не превышает одного года. на полет в три года, значит, вы получаете фактически вместо вот этих вот гранулок в витаминах препарат с изменяющейся активностью. И непонятно в каких дозах нам давать. А гипервитаминоз еще хуже, чем гипервитаминоз. Это тоже проблема для медиков, которые обеспечивают рацион. Поэтому наличие вот такой небольшой оранжерея витаминного назначения с самого начала поддерживали в первую очередь специалистов по космическому питанию. Это наши первые союзники. Значит, отсюда и стали делать выводы, что для длительных полетов нужны одни культуры, а для вот таких полетов с коротким пребыванием экипажа. Совершенно другие культуры. И даже существует аранжировка различных сельскохозяйственных растений, видов растений, культур по критерию минимума эквивалентной массы системы. То есть инженеры уже и биологи поработали довольно здорово. Ну и вот на первых местах в этой аранжировке как раз стоят листовые овощи и салатные культуры. Редис тут даже относится. Репа. Особенно японская репа, у которой можно и ботву есть, и корникула. То есть тоже безотходная? Практически безотходная. В общем, такие наборы существуют. Вот именно поэтому сейчас и изготавливается научная аппаратура для проведения эксперимента научного на российском сегменте Международной космической станции под названием «Витоцикл Т». Это вот наша оранжерея, которая совершенно не похожа на другие оранжереи. Что можно выращивать на таких установках? В первую очередь, опять-таки, листовые овощи. Ну, во-первых, потому что они богаты, в общем-то, витаминами по отношению к единице биомассы. Во-вторых, потому что они имеют небольшие габариты, и, соответственно, их можно выращивать на большом объеме. В-третьих, потому что они имеют сравнительно короткий срок товарной вегетации. То есть вот у нас, например, от семени, от посадки семян капусты листовой до получения листа необходимого размера, то есть товарной по существу продукции, проходит 24 дня всего. Через 24 дня я могу порцию салата снять, и люди ее скушают. И что немаловажно, в таких растениях очень мало отходов для пищевых. Вот коэффициент, как у нас говорят, хозяйственной полезности, то есть отношение биомассы, которую можно съесть к биомассе, которую нельзя съесть, у нас составляет 95 и более процентов. 90-95 процентов. То есть корней очень мало, поэтому отходов мало. Если возьмут пшеницу, это уже почти 50 процентов. То есть что делать с соломой и так далее, это громадная проблема. И у большинства овощей также. Возьмите там морковь или свеклу, у них почти половина массы составляет ботва несъедобная. Какие растения сейчас наиболее приспособлены для их выращивания в космосе? На сегодняшний день шансы быть выращены в ближайших экспедициях, это все-таки овощные в основном растения. Значит, как вы знаете, сейчас летает единственная установка, ну, на самом деле две уже установки в американцев, только на американском сегменте, на МКС. Они там тоже начинали с салата, красно-листного и зеленого салата. И еще 2-3 у них были культуры овощные, потом они почему-то там на цветы перешли, видимо, желая, так сказать, оказать психологическое, психофизиологическое воздействие на экипаж. Ну, и сейчас они установку для больших растений, значит, туда привезли, и сейчас они выросли перец. Если вы помните, даже по средствам массовой информации, информация эта локация была. Мы имеем аванпроект для обеспечения экипажа из 6 человек для полета на Марс на 3 года. Значит, туда входят 4 модуля. Это вот зеленые овощи, раз. Второе – это морковь, потому что ее требуют специалисты по питанию, она очень хорошо выполняет рацион. Затем томаты и перцы. Вот это 4 культуры, которые, по нашему мнению, наиболее быстро будут внедрены в космических оранжерей. Есть ли расчеты, как часто космонавты при автономном полете смогут их употреблять? Для того, чтобы они могли их употреблять часто, мы изобрели вот ту систему, которая сейчас реализуется в нашей новой оранжере, а именно растительный конвейер. Значит, что такое растительный конвейер? Вы товарную вегетацию, допустим, у вас там, как у нас, 24 дня разбиваете на несколько частей. И в своей установке такое же количество обеспечиваете корневых модулей или неких кювет для выращивания растений. Понимаете? И начинаете сеять не во все корневые модули одновременно. А сегодня вот один засеваете. Вот у нас 6 корневых модулей. И мы 24 дня выращиваем. А через 4 дня я засеваю второй корневой модуль. Еще через 4 дня. Третий. И тогда на 24 день я имею спелые растения в первом корневом модуле. На 28 день во втором. А в первой я уже новый засадил. И вот этот мясорубок у нас крутится. И каждые 4 дня я вам выдаю рассчитанную порцию салата, который может съесть один человек. То есть, насколько я знаю, это спиралевидная система, где маленькие ростки находятся не более близко к источнику света. Это и есть спиральная цилиндрическая оранжерея, которую мы назвали витациком. То есть, это сейчас установка, которая выглядит, скажем так, наиболее реально для каких-то долгосрочных, ну и может быть даже для миссий на МХС. Ну, это не сама установка, а это концепция. Потому что эту установку я могу как колбасу резать. В зависимости от того, сколько мне дадут энергии на борту и места. Если у меня стоит задача обеспечения витаминами одного человека, это одна производительность. Вполне определенно рассчитанная. Есть на двух, я должен вдвое увеличить длину. На трех и так далее. Соответственно, увеличение ячеек, в которые мы засаживаем семена. Да, может быть и увеличение ячеек. Мы делали такие установки и на 10 сосудов. То есть, каждый, значит, вот, допустим, у нас мы выращивали там культуру, у которых 45 дней длительность вегетации, да. И у нас 10 вегетационных модуль. Тогда, получается, через каждые 4,5 дня я могу получать порцию готового продукта. Ну, если я каждые 4 дня, соответственно, снимаю урожай и на это место засеваю следующее растение. А вообще, такие установки, насколько они сложны в эксплуатации и насколько сложен уход за растениями? То есть, космонавт, он, конечно, ученый, умный человек, но он не агроном. Дело в том, что они автоматизированы практически полностью. То есть, кроме посадки, значит, там, ощущение простая. Через люк надо планку с наклеенными семенами уже просто вставить в эту самую клювету. А на выходе он тоже берет этот посев, вынимает оттуда, срезает посев и вставляет новую планку с семенами, которые уже на борту есть. Может быть, из другой даже культуры похожей, так сказать, которая мне больше нравится. В соседнюю там щель в этом же корневомоле. Но, как вы понимаете, ничто не работает бесконечно, потому что запас питательных веществ, вот даже вот в таком субстрате искусственным и инообменном и соленасыщенным, он ограничен, безусловно. Через некоторое количество вегетаций у вас вся вот эта почва искусственная пронизывается корнями. Там прям клубок остается от предыдущих вегетаций. И мы вынуждены все равно будем вот эти вкладыши менять. Что-то хватает на одно, на две. Разработать технологию, как можно продлить использование вот таких искусственных почвозаменителей. Давайте сейчас поговорим как раз о почвозаменителях. Космос, Землю, почву отправлять невыгодно и нерационально. Вот что ее там заменяет? Даже не просто невыгодно, нерационально. А еще у нее есть некоторые такие неприятные свойства, которые на Земле-то в общем никак не заметны. Например, сыпучесть. Сыпучесть как раз американцы вот с сыпучими субстратами работают. А вот наличие большого количества органики. А там, где есть органика, там есть мощная микрофлора. Значит, там, где есть микрофлора, там происходит переработка этой органики микрофлоры с выделением газов и с наращиванием биомассы самой микрофлоры. И с изменением, самое главное, и капилляр на пористых свойств. Как мы с вами уже раньше сказали, что обеспечение водой и растворенными в ней веществами происходит за счет движения по капиллярам наверху. Потому что те законы движения, они очень мало искажают силы тяжести. И в невесомости почти так же работают, как, значит, на Земле. Можно их изучить и использовать. Так вот, в таких вот, такого рода системах, если вы развиваете большую, сильную микрофлору, то даже начинают меняться характеристики от капиллярно-пористой среды. То есть, получается, эта система нестабильна, просто. И в почве вот два бича. То есть, очень трудно контролировать выделение веществ. А там могут быть и токсичные вещества, и ток для растений, для экипажа. Нужны, значит, дополнить какие-то очистные среды. И меняется структура и состав самой почвы. То есть, нужно что-то стабильное? Да, более стабильное, по крайней мере. Ну, как выглядит сегодня почвозаменитель? Ну, мы уже начиная с 80-х годов обратились в Институт физико-органической химии Белорусской академии наук, где работал академик, он и сейчас жив, ему почти 100 лет, солдат Владимир Сергеевич, который как раз занимался созданием ионитных почв, так называемый. То есть, он брал синтетические искусственные ионообменники, смолы по существу ионообменные, а неониты и катиониты, те, которые включают в себя отрицательные ионы и другие положительные ионы. И, значит, дело из них гранулы. Ну, гранулы мелкие. Здесь, к сожалению, вот есть. Могу показать, как выглядит эта ионитная почва разработки как раз этого института. Вот видите, как мелкий песочек. Но, на самом деле, это смесь гранул мелких ионитных, значит, вот таких смол, которые уже насыщены по определенной методике, разработанной как раз этим академик, и содержащей все удобрения, скажем так. Значит, я сюда только воду подаю и на выходе получаю прекрасный питательный раствор. Мы отошли от таких вот гранульных субстратов и используем в своих оранжереях субстрат в другом виде, а именно в виде войлок. Именно потому что... Значит, мы из вот этих вот смол, из этих частиц их расплавляем, пропускаем через фильеры и получаем волокна определенного размера, диаметра, из которых затем на машинах ткацких делаем вот такой вот войлок. Он тоже насыщен... Да, и он насыщен удобрениями всеми. То есть, по ощущению именно войлок? Да, совершенно верно. Но там и аниониты, и катиониты переплетенные, поэтому там есть и анионы, и катионы необходимые для питания растений. Но вот в них уже содержится удобрение. Да, в них содержится удобрение. Но удобрение со временем роста растений, оно уже отходит. Оно уходит, и, соответственно, необходимо менять сами почвозаменители. Мы тоже довольно-таки хитрые люди. Поэтому мы разработали систему обогащения истощенных вот таких субстратов минеральным соляем. За счет чего? За счет чего? Мы предусмотрели в системе два обогатительных патрона. Один обогатительный патрон мы засыпали такого вот рода почвозаменители, уже насыщенный, чтобы тут запас был большой. И когда нам надо обогатить там отрицательными ионами, да, мы пропускаем воду поливную, которую мы используем на борту через этот раствор. Мы просто измеряем концентрацию, на самом деле, электропроводность нашего раствора, который идет к растениям, да, и когда видим, что он немножко обеднел, то есть его электропроводность понизилась, да, мы начинаем воду не напрямую пропускать, а через обогатительный патрон. И таким образом дополнительно насыщаем. Соответственно, если говорить о космических миссиях, можно просто брать запас именно патронов. Совершенно верно. Именно так. Причем, поскольку в таких вот гранульных субстратах запас на единицу объема гораздо выше, чем в войлочных, да, то получается, что и очень удобно, мы небольшой объем должны брать вот этого запасного субстрата, чтобы обеспечить на долгий срок обогащение вот этого войлочного субстрата. Ну, он, значит, у нас называется волокнистый субстрат. Но, я так понимаю, со временем все равно и корневые системы, которые... Конечно, засорят, его надо будет выкидывать. Поэтому... Но это все еще вещи, которые можно взять в запас. Да, эти вот с этими вещами, которые вполне можно взять в запас, ну, на несколько лет, скажем, на три года, там, на четыре года. Но когда речь пойдет о совсем дальних полетах, на десятки лет, допустим, да, или на, значит, пребывание на станциях каких-то очень, так сказать, удаленных в течение значительной части человеческой жизни, то, конечно, нужно будет обеспечивать более глубокую, значит, вот, переработку отходов. Откуда можно взять дополнительные вещества для тех же удобрений? Только переработав отходов. Сейчас что получается? Если мы даже половину рациона человека выращиваем на борту, то, как я уже говорил, значит, в каждом из этих рационов, таких вот, которые, так сказать, для питания уже человеку нужны, там больше половины массы составляют обычно злаковые культуры. Либо это пшеница, которую любят, значит, у нас в Европе, либо это рис, который любят в Азии, либо еще что-то такое, там, значит, бобовые какие-то культуры, еще что-то. У них у всех коэффициент использования для массы приближается к 50% всего лишь, то есть 50%. Это полезная пищевая нагрузка? То, что мы употребляем. То есть 50% отходы получаются, понимаете? И вот переработка этих отходов на борту, она и даст недостающие соли, которые, ну, значит, вторая задача, которая может быть решена, это переработка, ну, фекалий отходов уже самого человека. Мочу и сейчас очень глубоко перерабатывают. Буквально там 97-98% воды возвращает, остается рассол, в котором очень много азота и много солей, натрий-хлор, которые некуда использовать. Азот еще возвращают иногда на удобрения, а вот соли нет. И поэтому его накапливается не так много, поскольку солей мы употребляем, ну, 10-12 грамм в день на человека. Это не так уж все-таки много. И его просто в отходы сейчас выбрасывают. Но, в принципе, можно более глубоко перерабатывать и, значит, фекалии. Вот сейчас этим занимаются как раз в Красноярском институте биофизики у нас в России. Ну, и, конечно, всегда занимались и занимаются, и будут заниматься, конечно, в НАСА, ну, и в Европе, по крайней мере те, кто работает в области создания искусственных логических систем ограниченного объема. Юлия Александрович, это все разговоры о перспективах, о том, что будет. Ну, а вот чем вы сейчас занимаетесь конкретно локально? Вот что у вас конкретно здесь растет? Ну, что вы изучаете? У нас несколько направлений работы. Как всегда, поскольку мы Академия наук, мы не можем заниматься только одной конкретной установкой и забрасывать там фундаментальные исследования или перспективные какие-то исследования. Ну, а, конечно, наибольшее внимание мы уделяем сейчас разработки технологий выращивания растений вот в той установке «Витоцикл-Т», о которой я говорил. То есть это конвейерная, цилиндрическая, витаминная космическая оранжерея. А мы будем проводить биотехнические испытания, то есть ее осваивать и на ней выращивать уже, собственно говоря, растения, определять, какие нужны параметры, которые поддерживаются в этой системе. Она автоматизирована полностью там. И вот это вот одно из основных направлений нашей работы. Но среди особенностей, что ли, вот этой установки можно, в общем-то, долг перечислять, но начиная с формы, собственно говоря, установки. Вот такая форма кругового конвейера, выращивания от маленьких проростков до товарных, которые напротив люка, значит, вот мы снимаем, и там же с этого люка сажаем в этот же корневой модуль следующую планку с семенами, и так все это вот у нас крутится, так сказать, через каждые четыре дня. Это тоже запатентованные в свое время нами все эти устройства. Их можно делать разной формой, и сферической, и цилиндрической, и даже более сложной. И они, конечно, дают снижение эквивалентной массы системы при подсчете. Они, кроме того, дают нам преимущество в том, что когда растения растут на цилиндрической поверхности, они растут по нормальным, то есть перпендикулярной цилиндрической поверхности, понимаете? А если у вас на цилиндрической поверхности соседние растения растут по перпендикулярной поверхности, то они, получается, расходятся, стебли их расходятся верхушками. И получается, мы это все исследовали, естественно, получается, что такие посевы растений, в них верхние листья меньше затеняют нижние. И поэтому коэффициент использования световой энергии, той же самой, на единицу посадочной площади, ну, освещаемая, правильно сказать, площадь, потому что посадочная там совсем маленькая, возрастает до 30% по сравнению с обычным посевом, где мы выращиваем параллельно растущие растения вот здесь на Земле. Кроме того, в таких системах у нас ведь светится вот эта вот спираль и цилиндр внутрь, понимаете? И при этом получается, что световые лучи конденсируются как бы к центру. Поэтому вот эти световые лучи, проникая внутрь посева, лучше освещают нижние листья, которые в обычном посеве оказываются в условиях светового дефицита. Слишком большой свет мы не можем дать, потому что выгорит хлорофилл на уровне верхних листьев. Тоже там свои ограничения есть. Но в общем и целом мы сильно экономим как энергию световую и сильно экономим объем. Вот получается, понимаете, плоский посев, да? Мы его взяли и вот так вот свернули. А объем цилиндров у нас при этом, при том же количестве растений, почти в два раза меньше получается весь объем оранжерея, чем у такой же оранжерея, но с плоской компоновкой. Понимаете? Уже с этим. Очень удобно сажать и срезать растения. Это все из одного люка делается. Потому что я посадил, она прокручивается потом в течение вегетации. Через, скажем, 4 дня на 1,6 поворачивается корневой модуль по отношению к светильнику. И на выходе из того же места я, получаю, срезаю эти растения и тут же сажаю другие. У меня мечта была сделать робот, вообще говоря, для этого. И это, в общем-то, вполне. Там нужен аватар, две руки. Просто вынимают, он ставит в такую лечейку держащую, срезает все это и кладет на тарелочку, говоря, ну, чем-то притягивает, поскольку невесомость. Пожалуйста, кушайте, дорогие друзья. Юрий Александрович, а вот конкретно в вашей лаборатории, что здесь сейчас проходит за исследование, что конкретно вы пытаетесь вырасти, сворачиваете? Да, сейчас мы проводим цикл работ по отбору уже культур для выращивания в нашей перспективной оранжереи после вот этой листовой капусты. Вот мы несколько лет потратили на то, чтобы отработать оптимальные режимы на конкретном сорте российской, российской селекции, очень хороший сорт, чтобы мы могли иметь, так сказать, сравнение на одном и том же сорте для разных технологических режимов выращивания. А сейчас мы хотим расширить ассортимент салатных именно культур, то есть попробовать и редис, и японскую репу, и горчицу листовую, потому что все космонавты, как правило, они требуют чего-то вот такого, знаете... Разнообразия? Ну, во-первых, разнообразия, а во-вторых, пряного такого, понимаете, остренького. Вот горчица, у нее вкус остренький такой, поэтому жевать салат, ну, хорошо жевать салат, но они все говорят, ну, вы что-нибудь остренького, ну, вы что-нибудь остренького. Ну, вот будем сейчас пробовать на горчицу. Здесь вот редис мы разной сорта пробуем, как раз вот на этих установках, которые вы видите. Таким образом, вот идет по разным направлениям отработка технологий выращивания различных культур. Ну, будут различные варианты полива, различные водные потенциалы, как мы говорим, используем для питания корней. У нас растения сами забирают в себя воду, а мы им эту воду подаем, он демант, как говорят англичане, по требованию, ровно столько, сколько им нужно для транспирации. А количество этой воды, естественно, зависит, во-первых, от температуры и влажности окружающего воздуха, ну, и скорости потока, ну, скорость у нас одиннадцатая, от мощности освещения и, соответственно, от возраста самого пассива. Много листьев, больше воды испаряется, меньше. Вот там на те векционные сосуды, где большие посевы, воды нужно гораздо больше, чем на те сосуды, где маленькие растения. Поэтому мы там научились управлять такими системами, ну, скажем так, влажностью таких систем по специальному датчику и даем ровно столько, сколько растениям нужно, чтобы у них хватало на нелимитированный фотосинц в этих условиях, при том освещении, которое у нас, именно для этого возраста. Таким образом, очень экономим сильно воду. Так что тут очень много нас новшеств. Когда эта новая установка может уже отправиться на МКС? Ну, на сегодняшний день запланировано так, что в этом году, значит, заканчивается разработка опытного образца, начинается ее часть испытаний, значит, биотехнические испытания на следующий год, и изготовление двух летных образцов тоже на следующий год. Так что, получается, это 24-й год, мы начинаем, забрасываем туда и начинаем работать. Там же до этого еще обучение космонавтов, как вы понимаете, и все такое. Так что, в общем, 24-й и далее. Сколько будет далее, сейчас никто не знает, но, в общем-то, уже, так сказать, ясно, что, по-видимому, 25-й год она еще проработает точно. Ну, и это бесценная будет информация для нас, чтобы потом делать следующие модули, так называемые, для, вот, как я говорил, моркови, перца и томата. Там же другие габариты нужны, а растения совсем другие. Может быть, и другие формы той же спирали? Конечно, конечно. Форма этой спирали – это кривая роста растений в радиальных координатах, понимаете, поперечных сечений. То есть все растения растут по-разному. Исходя из количества наших модулей, то есть шага конвейера, как мы говорим, растительного, и, значит, габитуса растений, мы рассчитываем вот эту форму спирали. Для каждой группы, я бы сказал, так, видов растений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!